Всем привет из Франции, мы самое наилучшее пожелание. Ну что, Миленку снова нашу не пригласили в сад. Сейчас в 8 утра, мы бегаем по саду, гуляем, да, кошечка моя маленькая? Да, что такое? Вот, девочки, хочу похвастаться немножко. Связала я Миленочке свитер. Ой, Миленочка, ну мы же показываем твой свитерочек. И, короче, связать связала, это несколько месяцев назад было. Мы его благополучно положили и забыли. И вот теперь вот мы меряем, и нам коротенькие рукавчики. Я вот у хозяйчек, которые вяжут, шьют, ну скорее всего вяжут, хотела бы узнать, можно ли крючком вот здесь вот, ну как бы удлинить манжетку, чтобы не перевязывать весь рукавчик, потому что свитерочек красивенький такой. Длина хорошая, а вот рукавчики у нас коротенькие. Всем буду очень заранее, даже сейчас заранее, говорю благодарны. Мы будем с Миленочкой за ответ. Что я сегодня буду готовить? Это вот такие вот у меня сегодня наподобие, как шашлыки, не шашлыки. Ну, это куриные бедрышки. Сейчас я туда залезу, кой, и покажу, что я делала. В общем, я сняла полностью всю кожицу, видите? Никакого жира, никакой кожи. И вчера вечером я сделала вот такой вот маринад. Здесь у меня травы Прованса, затем одна баночка греческого натурального йогурта, немного я добавила томатного пюре, это вот, ну как томатный сок разведенный, затем соль, затем горчица, у меня здесь с зернышками, где-то столовую ложечку я положила, и соевый соус. В общем, пахнет вообще классно, сногсшибательно, не знаю даже, как передать этот аромат. И сейчас я буду готовить это все, буду запекать в духовке, не на гриле, поскольку нету вот этой кожицы, и они будут на гриле сухие. Я уже пробовала, и мне не понравилось. И поэтому, что я, как я буду готовить сегодняшний мой. Моя огнеупорная форма, и я сейчас вот так вот буду укладывать кусочки мяса, ну как это, бедрышки, это именно куриные бедрышки, потому что грудка-грудка, у меня то индейка, то курочка, в общем, грудка уже не лезет, честно говорю. И я же еще всегда, чем же себя порадовать, даже будучи на диете. И вот, что я придумала. В общем, ну маринад я уже этот делала, мне он понравился. Единственное, что я испортила, это то, что я использовала гриль, и они у меня получились сухими. Так, вот смотрите, вот я уложила это все дело, и сейчас я все это залью вот этим вот, видите, он такой горчично-йогуртовый соус. Знаю, воды, наверное, добавлять не буду. Вон, видите, даже зернышки горчицы. Сейчас я и горчицу саму покажу. И вот так вот все это я... Нет, воды, наверное, не буду добавлять. Если не будет достаточно, тогда добавлю попозже. Ну и, в общем, поставлю сейчас в духовку на 200 градусов, закрою фольгой, и минут, наверное, на 40. И потом посмотрим, что у меня получится. В общем, вот тоже такое диетическое блюдо, поскольку йогурт греческий, он всего лишь имеет, по-моему, да, 9% жирности. И, как бы, знаете, вот иногда делают мясо, маринуют в кефире, чтобы оно было мягким. Ну, в общем, кефира здесь, ну, в принципе, можно найти в неделе арабской кухни или в отдельных специальных отделах супермаркета. Но у меня кефира не было, и я использовала как для размягчения мяса, как маринад греческий йогурт. Но если у вас есть кефир в доступе, в обычном хорошем доступе, так скажем, беспроблемном, то смело используйте стакан кефира. Так, бедрышек у меня здесь 1,5 килограмма. Вот. Показываю горчичку, смотрите. Вот такая вот она, по старинному рецепту называется. И в ней абсолютно, вот она не перемолотая, одни только зернышки. Я на нее перешла, и мне она так понравилась, вы знаете. Я раньше все время покупала дижонскую. Она тоже такая нежненькая, приятненькая. Но попробовав вот этот сорт, у меня муж как-то ее постоянно берет и берет. А я ее, ну, не знаю, мне она чем-то вот не нравилась по виду, честно. Видите, такая какая-то каша-малаша. Но попробовав, представляете, 6 лет человек покупает вот этот сорт горчицы. 6 лет я ее не хотела пробовать. И вот буквально на днях я ее попробовала. Я сказала, все, я буду только такую горчицу покупать. И готовить буду только с ней. В общем, очень классная. Кто не пробовал, смело берите, пробуйте. Нежная, классная, ароматная, ну, суперская. Остается у нас 10 минут. Я вот открыла, сняла пленочку. И как пленочку, фольгу. Вон она у меня лежит. Поскольку очень много сока. И я уверена, что будут сочные бедрышки. И он, кошка моя, мяукает. И видите, сколько соуса там. Я хочу, чтобы верхушечки немножечко так, как бы, ну, прижарились. Как бы поджаренные были. Вот, показываю, достала я из духовки через 40 минут свои вот эти вот, не свои. Куриные маринованные бедрышки, которые я поставила. И видите, как получилось классно. Очень вкусно, я думаю. Еще не пробовала. Сейчас буду формировать свою порцию. Миленочка, тихонько. И что для меня сюрприз, я не пойму. Воды ни капли не добавляла. Но вы посмотрите, сколько здесь вот этого соуса, сока. Неужели это жир, который вытопился из самих вот этих вот бедрышек. В общем, не знаю. Сейчас буду пробовать. Покажу свою порцию, что я буду сегодня есть. Ну, в общем, как всегда. Вот так вот выглядит мой сегодняшний обед. Положила два бедрышка. Поскольку они маленькие, там косточки уберется. В общем, мясо где-то здесь, думаю, будет грамм 100-120. Ну, максимум 150. Хотя мне нужно на обед 200 грамм по моей диете рекомендации. Вот три помидорчика черри. Затем вот столько вот много на пару приготовила брокколи. И две столовых ложки риса у меня сегодня. Так что все по диете. Все как положено. И очень вкусно. В общем, не знаю, что то сок или жир. Что там вытопилось из этого маринада. Или это йогурт такой жидкий стал. Потому что доставала, когда показывала, доставала только из холодильника. И как бы оно немножечко такое, ну, не замерзшее, но прохладное было. То ли вот он превратился в такую жидкость, как бы. Не знаю. В общем, подливку ту я не брала. Хотя семейство мое говорит, что будет поливать ею рис. Поскольку она действительно вкусная. Так что вот такая вот идея. Если кому понравилось, смело готовьте. Я очень люблю цветы. Особенно розы. Люблю фиолетовые тюльпаны. И я очень рада, что я во Франции приобрела такую привычку, что цветы покупаются не только на какие-то праздники или на дни рождения. Они покупаются для того, чтобы они просто-напросто были в доме. И как бы здесь в основном, ну, французы, они не уходят из супермаркета без букетика цветов. Тем более, что стоит это здесь совершенно недорого. Но зато посмотрите, какая прелесть. Вот этот вот букет стоит всего лишь 4 евро. Вот, показываю, какая у нас пицца. Вот такого вот размера. Она в диаметре 40 сантиметров. Просто громадная. И стоимость вот этой вот пиццы, она называется Савоярда. Здесь сыр специальный, ветчина, оливки. И она не с томатом, а со сливками сделана. И стоимость вот этой огромадины 11 евро. Вот тоже вторая. Это уже, ну, классическая. Называется она Жамбон. И это уже с томатом, с ветчиной, с оливками и с сыром. Стоимость такой вот, тоже диаметр 40 сантиметров. И стоимость вот такой пиццы 8 евро. Так, ну, у моих сегодня на ужин пицца. А я себе приготовлю вот эти вот пиццы. Ой, Милена орет, которые я вам показывала. Завтра забрасываю их в кипящую воду. Наверное, кастрюля у меня маленькая. Решила все сварить. Потому что если останутся, то завтра можно будет приготовить салат из них. Видите, как быстро меняют они цвет. Самые вкусные вот креветки. Гамбасы, это тигровые креветки, когда они не замороженные. Вкус абсолютно разный. Очень отличается от замороженных. Я вообще рецепт уже показывала. Поэтому только показываю, что я буду сегодня на ужин есть. Вот такие креветочки у меня будут. И листики салата. После того, как я сделала видео «Хлебные рулетики» и упомянула там лаваш, у меня подписчицы спрашивают, как во Франции называется лаваш. И где его можно купить. В общем, покупаю я вот такой лаваш. Называется он «Враб». Или же, если покупать и испанский, то это будет «Тортила». И еще продаются в «Арабские недели». Тоже у них вот такие вот лепешечки. Тоже как лаваш. В общем, вот так вот он выглядит. Смотрите. Ну, обычный вот такой вот тоненький лаваш. И из него можно делать вот такие вот всякие-всякие штучки. Найти его можно в том отделе, где продается «Пендами». Тот, кто живет во Франции, знает. Это хлеб для сандвичей. Хлеб, который уже «Пре Кви». Это, ну, тоже я его показывала. Который уже, ну, немного испеченный, чтобы только допекать дома. И вот в этих отделах, девочки, смотрите. Ну, а у меня все на сегодня. Всем большое спасибо, что провели этот такой у меня кухонный кулинарный день вместе со мной. И до новых встреч. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok